Вы должны сейчас понять, что так действует ваша судьба. Первая стадия победы над судьбой — перестать думать, что муж и брат виноваты. Виновата ваша судьба. Вторая стадия победы над судьбой — виновата я. Третья стадия — это успокоение и начало работы над собой, в спокойном состоянии. Дальше начинается победа над судьбой. Она имеет тоже три стадии. Первая стадия — лёгкость сердца. Вторая стадия — вы имеете возможность внутренне, по-доброму, спокойно общаться с мужем. Восстанавливаются с ним просто дружеские отношения. Потом третья стадия — он начинает его тянуть к вам, начинает. И он, обычно люди возвращаются назад. Если же он всё-таки пересилит себя, несмотря на то, что его тянет и не вернётся назад, Бог вам даст ещё потом в 10 раз лучше. То есть если вы победили свою судьбу, то вы одна не останетесь. Поэтому не надо беспокоиться о том, что он, он там. Это его жизнь, у вас своя жизнь. Просто вы услышите то, что я вам сказал. Вы начинаете, сейчас я всю лекцию этому посвящу, начинаете слушать те, кто молится, вместе с ними молитесь, побеждаете судьбу. И начинается двигаться судьба вот в этих стадиях. Вы стараетесь, но вы сейчас даже не пробили вот эту ситуацию, что он виноват. Вы судьбу даже не вернули ещё назад. Поэтому ваши старания, они очень слабые пока, понимаете? Не получается, потому что вы своими силами это пытаетесь делать. А я вам говорю, что надо делать это не своими силами, а с помощью слушаний тех, кто молится. И так погружаетесь в те, кто молится, погружаетесь своей силой. И постепенно в этом погружении вы пройдёте три стадии. Первая стадия. Я как будто слился с ними. Вторая стадия — опора. Я начинаю на них опираться. Третья стадия. От меня открывается сердце. И в этот момент я вхожу в свою судьбу, начинаю с ней работать. На этой стадии я должен... Ощущение счастья, которое от молитвы идёт, мне сейчас, вот оно сейчас мне пришло, мне хорошо стало, я должен его отдать алтарю Богу или тем, кто молится. Отдать. И тогда счастье заходит, из меня выходит. Начинается оборот энергии счастья такой. И в это время у меня в сердце становится спокойнее, спокойнее, спокойнее. И я соединяюсь с настоящим временем. Когда человек соединяется с настоящим временем, он становится обладателем своей судьбы. Пока человек живёт в будущем или в прошлом, судьбу не может никак контролировать. Она его контролирует. Но как только он в звуке соединяется с настоящим временем, сердце открывается, он начинает чувствовать устойчивость жизни. Начинает чувствовать, что он победитель судьбы, а не побеждённый. И так постепенно, допустим, полтора часа молитвы в день, как минимум, погружаетесь, погружаетесь в это состояние. И вы будете проходить все эти стадии. Первая стадия. Вас так расслабит, вас сейчас очень напряжено, и вам больно от того, что он сделал. Думаете, гад такая. И вы в таком состоянии находите. Вас расслабит. Боль эта пройдёт. И вы поймёте, что муж ваш просто марионетка в руках вашей судьбы. На второй стадии вы почувствуете ещё лучше себя. И вы поймёте, точно поймёте, что где-то, когда-то в своей жизни вы сделали что-то не так. И поэтому он вас сейчас наказывает. Я вот сейчас об этом думаю, и мне Господь подсказывает в сердце, что даже в этой жизни, до этих отношений, вы уже успели сделать что-то не так, и за это уже наказаны. Видите? То есть, всё в этом мире имеет свою закономерность. Но не то, что вы за это только наказаны, ещё было и в прошлой жизни какое-то событие, которое вы тоже сейчас получаете за это наказание. Так человек побеждает свою судьбу, и когда один раз хотя бы в жизни человек победил свою судьбу, он уже не чувствует, что он зависит от мужа, от детей, от жены, ещё кого-то либо. И поэтому он становится очень достойным внутренним. Он не желает никому зла, ничего, но он знает точно, что даже если близкий человек предаст, он никогда от этого не сломается, и его жизнь не будет разрушена. Даже если вы зависите от зарплаты, мужа там и так далее, не имеет значения. Бог сто процентов защитит вас, если вы начнёте правильно действовать. Ещё один вопрос. Вот я у вас с ума, и ходил от муки, он настоятельно просит, чтобы я в платке ходила. Куда? Ну в платке постоянно было. Ну вы ходите, а что тут плохого такое? И что тут такого плохого? На работе снимайте. То есть вы делаете так, как вы можете. То есть вы действуете по его законам, но в соответствии с вашими возможностями. Понимаете? Да. Повторяйте. Я желаю всем счастья. Повторяйте. Остраивайтесь. Микрофончик где? Настраивайтесь на звук. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. И так далее. Побеждайте судьбу. Нет никаких преград для нас в этом мире, для побед над судьбой. Одна преграда – это наше неведение. Мы не знаем, как побеждать судьбу. Знание вы получаете сейчас. Поэтому сражайтесь за свою жизнь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...